Сейчас мы увидим, как Ян Ван Эйк мог чудесным образом создать ощущение реальности, когда изображал невозможное. Дева Мария выглядит невозможно большой в этом исключительно красивом, невозможно красивом готическом храме. Она заполняет это пространство, в котором изображена как Царица Небесная, в венце, усыпанном драгоценными камнями, и вшитом золотом одеянии. Мы знаем, что перед нами видение. Видение, в котором Дева Мария предстаёт в храме, не лишённом сходства с теми церквями, в которые ходили люди в XV веке. Это должно было делать видение очень реалистичным. На заднем плане мы увидим прекрасный ажурный оконный переплёт, а в украшающей его резьбе по дереву — изображение на сюжеты, взятые из жизни Девы Марии. В дверном проёме видны два ангела, которые, по-видимому, поют по сборникам гимнов. А прямо за лёвым плечом Дева Марии видна статуя Марии, которая держит на руках сына. Точно так же, как Дева Мария, изображённая на переднем плане, держит Христа. Как будто эта статуя в нише позади Девы Марии воплотилась перед нами. И особенную правдоподобность картине придаёт умение Ван Эйка работать со светом. Мы видим, как свет струится сквозь готические окна, видим два солнечных пятна на полу перед Девой Марией. Мы знаем, что перед нами восточный конец храма. Следовательно, свет, который мы видим отражающимся от пола, проходит через северные окна, а в этом случае никаких световых пятен быть не может. Значит, свет, изображённый на картине, мистический, сверхъестественный. Эта картина о том, как свет проходит сквозь огромные окна готического собора в его внутреннее сакральное пространство, потому что в средневековом мировоззрении он играл очень важную роль, был символом целомудрия Девы Марии, её девства, идеальный храм. Такой архитектуры не существует в мире. Это фантазия Ван Эйка, его представление об идеальном интерьере для Девы Марии, в котором она могла бы воцариться. Это способ представить небесные сферы в узнаваемом для нас виде. Эта картина была украдена в 1877 году, и хотя саму доску, на которой она написана, восстановили, рама картины утрачена. Известно, что на ней была надпись, которая сохранилась в других источниках. Она гласила, подобно солнечному лучу, которое проходит сквозь стекло незапятнанным, Дева остаётся Девой.